Он приехал в Америку с одним чемоданом и парой долларов в кармане. 9-летний мальчик, которому предстояло работать уборщиком в школе-интернате, стал управляющим империей стоимостью почти 3 триллиона долларов, а его изобретения уже меняют ход мировой истории. Дженсен Хуанг – человек, который превратил видеокарты в новое золото цифровой эпохи. Сегодня чипы Nvidia – это мозг искусственного интеллекта. Они управляют беспилотными автомобилями, помогают врачам диагностировать рак и создают виртуальные миры. Сам Хуанг, несмотря на состояние в 70 миллиардов, продолжает работать как одержимый. Сейчас он создает цифровую копию нашей планеты, чтобы предсказывать климатические катастрофы. Критики снова сомневаются, но Хуанг уже привык к этому. Его жизнь – это доказательство того, что упорство и вера в невозможное могут изменить мир. История мальчика из бедной семьи, который заставил технологии работать на будущее, еще не закончена, и, судя по всему, самые интересные главы ждут нас впереди. Первые шаги Ранние годы будущего основателя NVIDIA – это удивительная история о силе духа. Его детство, полное глобальных потрясений, стало тем самым теглем, в котором формировался характер одного из самых влиятельных технологических визионеров. Семья Хуангов относилась к тайваньскому среднему классу. Отец работал инженером-химиком, а мать преподавала в школе. Однако их жизнь была полна постоянных переездов и отсутствия постоянного дома. Когда мальчику было 5 лет, семья переехала в Таиланд, и Бангкок к концу 60-х стал для него первым опытом столкновения с другой культурой. В международной школе, куда его определили родители, обучение велось на английском языке, который он тогда почти не знал. Его мать разработала уникальную систему обучения. Каждое утро она выбирала из словаря 10 случайных слов, которые дети должны были выучить за день. Эти утренние уроки заложили основы не только языковых навыков, но и дисциплины. Настоящие испытания начались, когда родители решили отправить 9-летнего Дженсена и его старшего брата одних в США. Дети оказались в Такоме, штат Вашингтон, на попечении дяди, который записал их в Баптистский институт Анейда в Кентукки. Однако Анейда оказалась исправительным учреждением для трудных подростков. Десятилетний мальчик, не говорящий по-английски, оказался в общежитии с подростками, многие из которых имели криминальное прошлое. Каждое утро начиналось с тяжелой работы. Его старший брат трудился на табачной ферме, а сам Дженсен убирал туалеты и учился в местной начальной школе. В этом суровом мире мальчик часто становился объектом насмешек. Но вместо того, чтобы сломаться, он обнаружил, что спорт может стать мостом между ним и другими учениками. Настольный теннис, в котором он достиг успехов, стал его пропуском в социальную жизнь школы. Через два года родители переехали в США, и братья смогли присоединиться к ним в Бивертоне, штат Орегон. Для Дженсена началась новая глава. Он поступил в среднюю школу Аллаха, где его таланты раскрылись в полной мере. Несмотря на то, что он был младше одноклассников, он блистал в математике и стал активным членом компьютерного клуба. В 15 лет он уже работал в ночную смену в ресторане Деннис. После школьных занятий он спешил на работу, где до утра мыл горы посуды за 1 доллар 20 центов в час. Когда пришло время выбирать университет, он обратил внимание на Орегонский государственный университет, потому что это было единственное место, где он мог позволить себе обучение. Даже став студентом, он продолжал работать в Деннис, совмещая ночные смены с занятиями. Благодаря этому опыту он научился видеть возможности там, где другие видели только препятствия, и понимать, что настоящее образование – это способность адаптироваться в любых условиях. Его детство стало мощным фундаментом для личности, которая изменит технологический ландшафт всего мира. Основатель. Когда Дженсен Хуанг получил степень бакалавра в области электротехники в Орегонском государственном университете, мир стоял на пороге цифровой революции, которую тогда могли разглядеть лишь немногие. Его студенческие годы прошли в эпоху, когда персональные компьютеры только начинали появляться в американских домах, занимая пространство размером с тумбочку и предлагая возможности, которые сегодня покажутся смешными. Оперативная память измерялась десятками килобайт, а о полноценной графике можно было только мечтать. Большинство компьютеров могли выводить только 16 цветов. После окончания университета Хуанг устроился дизайнером микросхем ВМД, где получал 4 доллара в час, работая над процессорами, которые сегодня кажутся доисторическими. Но настоящая трансформация его мышления началась, когда он, продолжая работать в Кремниевой долине, поступил на вечернее отделение Стэнфордского университета. В течение 8 лет он жил в уникальном ритме, днем работал над практическими задачами проектирования чипов, а по вечерам и выходным погружался в академический мир передовых исследований. Стэнфорд середины 80-х представлял собой удивительный гибрид консервативной инженерной школы и рассадника революционных идей. В лабораториях, куда Хуанг приходил после рабочего дня, профессора обсуждали концепции параллельных вычислений и нейронных сетей, которые тогда казались научной фантастикой. Между тем, на его основной работе коллеги сосредотачивались на увеличении тактовой частоты процессоров, считая графические ускорители дорогостоящей игрушкой для военных и научных лабораторий. Этот период двойной жизни сформировал уникальную перспективу Хуанга. Работая над реальными чипами днем, он видел, как промышленность уперлась в технологические ограничения традиционных подходов. А по вечерам в Стэнфорде узнавал о теоретических разработках, которые могли эти ограничения преодолеть. Его дипломная работа уже выдавала общие контуры архитектуры, которые через несколько лет воплотятся в первых графических процессорах NVIDIA. Особенно показательной была разница в подходах к проблеме вычислений. В корпоративной среде доминировала идея, что будущее за увеличением тактовой частоты, если процессор работает на частоте 10 МГц, нужно добиться 20. Но в Стэнфорде Хуанг познакомился с альтернативным подходом. Вместо того, чтобы заставлять один процессор работать быстрее, можно использовать множество простых процессоров, работающих параллельно. Эта идея, которая тогда казалась экзотической, позже станет основой революции микропроцессоров. Парадоксально, но именно маргинальное положение Хуанга дало ему ключевое преимущество. В то время как университетские исследователи часто не понимали промышленных ограничений, а корпоративные инженеры не видели дальше текущего продуктового цикла, он находился в уникальной позиции, чтобы соединить передовые теории с практической реализацией. Этот опыт работы на два фронта длиной в 8 лет стал тем горнилом, в котором сформировалось его революционное видение будущего вычислений. Завершив обучение в Стэнфорде в 30 лет, Хуанг подошел к моменту, когда накопленные знания и опыт требовали реализации. Через год он оставит стабильную работу и вместе с двумя коллегами создаст пока что никому неизвестную компанию, чтобы воплотить самые дерзкие идеи. Провал и триумф. Изначальное название Envision казалось логичным выбором для компании, занимающейся компьютерной графикой, кратким, технологичным и отражающим суть бизнеса. Однако во время одной из вечерних встреч в их неофициальном офисе за угловым столиком в закусочной Деннис Хуанг внес предложение изменить название на Nvidia, происходящим от латинского слова, означающего «зависть». Пусть конкуренты зеленеют от зависти. Таков был смысл переименования. Никто из них тогда не мог представить, что через три десятилетия это имя будет ассоциироваться не просто с успехом, а с полной трансформацией индустрии вычислений. Процесс регистрации компании стал первым серьезным испытанием для молодых предпринимателей. Юрист Джеймс Гейтер из престижной юридической фирмы, к которому они обратились за помощью, неожиданно потребовал 200 долларов наличными прямо на месте. Сумма была значительной для стартаперов, чей общий капитал состоял из скромных сбережений. Хуанг, вспомнив свою привычку экономить каждый цент со времен работы посудомойщикам, без колебаний достал кошелек. «Каждый из нас должен внести по 200 долларов», сказал он своим соучредителям на парковке перед офисом юриста. Эти 600 долларов, сумма, сравнимая со стоимостью пары хороших кроссовок по меркам Кремниевой долины того времени, стали символическим началом пути, который в конечном итоге приведет их компанию к капитализации в триллионы долларов. 5 апреля 1993 года в небольшом офисе регистратора округа Санта-Клара произошло историческое событие. Хуанг поставил свою подпись под учредительными документами новой компании. В тот момент ему было всего 30 лет, и он стал самым молодым из трех соучредителей, но при этом единодушно был признан генеральным директором. Этот факт никого не смущал, учитывая его уникальную комбинацию технического гения, деловой хватки и лидерских качеств, которые уже тогда были очевидны для его коллег. Первые серьезные инвестиции в компанию пришли, казалось бы, неожиданно, но за этим везением стояли месяцы напряженной работы и построения отношений. Хуанг, поддерживавший теплые профессиональные отношения с бывшим работодателем, сумел заинтересовать своим видением генерального директора компании Уилфреда Корригана. Впечатленный настойчивостью и ясностью мышления молодого предпринимателя, Корриган организовал для него встречу с Доном Валентайном, известным венчурным инвестором, стоявшим у истоков таких компаний, как Apple, Cisco и Oracle. Решающая презентация состоялась в просторном конференц-зале на Сан-Хилл-Роуд с панорамным видом на Стэнфордский университет. То самое место, где Хуанг когда-то учился по вечерам, совмещая работу и тяжелую учебу. Трехчасовая встреча стала переломным моментом. Валентайн, известный своей почти сверхъестественной способностью распознавать истинные таланты, увидел в молодом иммигранте ту самую искру, которая отличает великих предпринимателей от просто удачливых бизнесменов. Его инвестиции составили в общей сложности 2 миллиона долларов. По меркам большого бизнеса сумма, достаточная для того, чтобы нанять первых 12 сотрудников и арендовать скромный офис площадью 800 квадратных футов в деловом центре Санта-Клары. Однако путь к настоящему успеху оказался гораздо более тернистым, чем могли представить себе основатели. Первый чип, в который компания вложила всю свою душу и последние средства, оказался коммерческим провалом. Он потреблял слишком много энергии, требовал специальных мониторов и, что хуже всего, демонстрировал ужасающую несовместимость с большинством популярных игр того времени. Технически продвинутый и инновационный для своего времени, он, тем не менее, опережал рыночные реалии, требуя специальных мониторов и оказавшись несовместимым с большинством популярных игр того времени. Коммерческий провал был настолько серьезным, что Nvidia оказалась на грани банкротства. Зарплаты сотрудникам задерживались на месяцы, ключевые инженеры один за другим уходили из компании, а инвесторы требовали немедленных и ощутимых результатов. Но именно в этот критический момент проявилась главная черта характера Хуанга. Его уникальная способность извлекать уроки из ошибок и превращать поражение в трамплины для будущих побед. Ему стало очевидно, что недостаточно просто создавать хорошие продукты. Нужно формировать будущее всей индустрии. Этот принцип, выстраданный в самые темные дни компании, когда банковский счет опускался ниже 100 тысяч долларов, а кредиторы стучались в дверь, впоследствии стал неотъемлемой частью Nvidia, определяя ее подход к инновациям на десятилетия вперед. Переломный момент Весной 1996 года начались испытания первых тестовых образцов нового чипа Riva 128. Результаты оказались поразительными. По ключевым параметрам новый чип в четыре раза превосходил конкурентов. Эта цифра была настолько невероятной, что команда даже усомнилась в точности измерений. Однако повторные тесты подтвердили, что компания Nvidia действительно совершила невозможное. Январская презентация Riva 128 стала триумфом для всей команды. Компьютерные издания с восторгом писали о революционной архитектуре чипа и его потрясающей производительности. Но вместо того, чтобы праздновать, господин Хуанг уже через неделю собрал сотрудников на новое совещание. Он объявил, что они должны поставить перед собой еще более амбициозные цели. Разработка GeForce 256 началась в канун нового 1999 года. Дженсен Хуанг поставил перед командой казалось бы невозможную задачу. Разработать принципиально новую архитектуру за 12 месяцев, которая превзойдет их же творение как минимум в два раза. Эта зима стала для команды Nvidia временем беспрецедентного напряжения. Хуанг ввел практику ночных вахт. Дважды в неделю ключевые разработчики оставались в офисе до рассвета, обсуждая архитектурные решения при свете настольных ламп. Особое внимание уделялось новой системе шейдеров, которая должна была кардинально изменить подход к рендерингу графики. Но уже весной проект столкнулся с серьезным кризисом. Первые тестовые образцы демонстрировали нестабильность при высоких нагрузках. Хуанг принял решение, шокировавшее совет директоров, остановить все другие проекты и бросить все ресурсы на решение проблемы. В течение 72 часов непрерывной работы команда перепробовала более 20 различных конфигураций. Решение нашли буквально за 12 часов до запланированной отправки образцов производителям. Крошечная модификация в схеме питания стабилизировала работу чипа. Технические характеристики GeForce 256 поражали воображение. Четыре конвейера обработки пикселей, поддержка 128 бит света, невероятная для того времени производительность в 480 миллионов пикселей в секунду. Но настоящей революцией стал принципиально новый подход. Чип брал на себя функции, которые ранее выполнял центральный процессор, освобождая его для других задач. Реакция рынка превзошла самые смелые ожидания. В течение первого месяца после презентации NVIDIA получила заказы на более чем 1 миллион чипов. Акции компании, торговавшиеся в январе по 20 долларов, к концу года достигли отметки в 110 долларов. Но самым важным стало признание со стороны игровых студий. Разработчики массово начали оптимизировать свои продукты под архитектуру NVIDIA, видя в ней будущее индустрии. Этот успех сделал NVIDIA лидером рынка и перевернул саму парадигму компьютерной графики. Хуанг, начинавший с 600 долларов в кармане и столика в закусочной, доказал, что настоящие технологические революции рождаются не в корпоративных лабораториях гигантов, а в умах тех, кто осмеливается мыслить иначе. Наследие NVIDIA сегодня это архитектор цифровой реальности. Их процессоры стали мозгом искусственного интеллекта, двигателем научных открытий и мостом в метавселенные. Дженсен Хуанг, мальчик-иммигрант, когда-то мывший посуду в этой самой сети закусочных, теперь стоит у руля одной из самых ценных компаний мира. Его личное состояние перевалило за 90 миллиардов долларов, но вы никогда не увидите его на гламурных вечеринках Кремниевой долины. Вместо этого он предпочитает проводить ночи в лабораториях, обсуждая с инженерами последние технические решения за чашкой крепкого кофе. Его скромность стала легендарной. Тот же самый Audi, те же джинсы и черная кожаная куртка – та же страсть к технологиям, что и 30 лет назад. История успеха NVIDIA читается как технологическая сага нашего времени. Начав с графических чипов для видеоигр, компания сумела разглядеть будущее, когда другие видели лишь нишевый продукт. Сегодня их процессоры – это золото цифровой эпохи, разлетающиеся по дата центрам всего мира быстрее, чем самые оптимистичные прогнозы. Суперкомпьютеры на архитектуре NVIDIA моделируют климатические изменения и открывают новые лекарства, а генеративный ИИ, захвативший воображение человечества, работает на их чипах. Но истинное наследие Хуанга не в деньгах или технологиях. Оно в уникальной культуре, которую он создал. NVIDIA остается компанией инженеров для инженеров, где техническая глубина ценится выше маркетинговых уловок, где смелые идеи получают шанс, даже если нарушают все общепринятые нормы. Хуанг до сих пор лично проводит технические собеседования для ключевых позиций, считая, что никакой HR-специалист не сможет оценить страсть к технологиям так, как это сделает он сам. Вместо показных пожертвований Хуанг и его супруга Лори создают образовательные центры, где студенты из обычных семей получают шанс прикоснуться к технологиям будущего. Их стипендиальные программы уже изменили жизни сотен молодых людей, многие из которых теперь работают в NVIDIA, продолжая цикл инноваций. Будущее, которое видит Хуанг для своей компании, звучит как научная фантастика. Он говорит о квантовых вычислениях, которые перевернут наши представления о возможном, о цифровых мирах, неотличимых от реальности, об искусственном интеллекте, который станет партнером человечества в решении глобальных проблем. И судя по тому, как многие его безумные прогнозы прошлого стали реальностью, не стоит наивно сомневаться в этом видении. Когда-то NVIDIA начинала с 600 долларов в кармане и мечты сделать видеоигры чуть красивее. Сегодня она определяет будущее целых отраслей, а ее основатель, сохранивший страсть к технологиям и скромность эмигранта, доказал, что настоящий успех измеряется не цифрами на банковском счете, а способностью менять мир к лучшему. История Дженсона Хуанга – это история нашего времени, написанная кодом, кремнием и невероятной верой в то, что будущее можно создать своими руками.